Дело по краже миллиардов, в котором главным подозреваемым является лидер одноименной партии Илон Шор, стало не только визитной карточкой молдавского правосудия, но и ахиллесовой пятой политической системы страны. Все эти годы предыдущие власти Молдовы благополучно осваивали европейские гранты на реформирование судебной системы, чтобы в итоге получить неуловимого шора и бесконечные переносы судебных соседаний по вынесению в этом деле окончательного приговора. Молдавская судебная система продолжает прятать дули в кармане, обвиняя новую власть во вмешательстве в систему правосудия. На днях министр юстиции Сергей Литвиненко подал жалобу на трех судей высшей судебной палаты, высший совет магистратуры и судебную инспекцию, обвиняя Надежду Тома, Иона Гузуна и Анатолий Цуркан в принятии необоснованного решения о переводе дела Илона Шора из Кагульской операционной палаты в Кишинев. Литвиненко утверждает, что в действиях этих судей есть реальные признаки дисциплинарных проступков, если не больше. Безусловно, произошедшее в Кагульской операционной палате нельзя назвать правосудием. Это беспредел. Но в той же мере поступила и высшая судебная палата, заявил министр юстиции. И он, безусловно, прав. Но что дальше? Министр будет подавать жалобы, а система своих не сдает. Ведь высший совет магистратуры, являясь основным органом самоуправления судей, мог сам начать расследование по внезапному решению этих трех судей, высшей судебной палаты, а дисциплинарная инспекция вынести дисциплинарные взыскания. Так как любой юрист понимает, что перенос дела означает начало нового рассмотрения. Жаловаться в нереформированные инстанции все более похоже на Центр сопротивления системы бессмысленно. Как бессмысленно было принимать в парламенте недавно конституционный закон, укрепляющий независимость судей через отмену пятилетнего срока нахождения в должности на пожизненный. Такой закон, безусловно, нужен. Но для уже реформированной судебной системы. Как бороться с системой, которая служила оплотом и гарантом захваченного государства, укрепляя ее законодательно? И вот ответ системы по принятому закону. Похоже, судебная система всерьез решила показать, кто на самом деле ее хозяин. В судебу ЮКАМ 29 сентября перенесли заседание, на котором должны были рассмотреть дело против главы бойцовской ассоциации фея Дарина Дамира, бывшего министра обороны Александра Пензаря и экс-главы Бельского госинспектората полиции Вячеслава Кожакаря. Сценарий точь-в-точь, как в деле Шора. Очевидно, что в Молдове кризис правосудия. Правосудия как такового нет, и меры по очищению этой системы должны быть экстраординарными. Чтобы дойти до чистой воды, глупо выкапывать колодец швейной иглой. Решение есть, всегда и, как всегда, нужны политическая воля и следование взятым обязательством. Если механизм внешней оценки судей длителен по времени, то Национальное агентство по неподкупности наконец должно начать свою работу по проверке имущества судей и прокуроров, коль другие органы не работают. Начать реальную конфискацию имущества, добытого незаконным путем. Рассуждать о самоочищении судебной системы, в которой корпоративный интерес практически плюет на общественное мнение и усилия новой власти – не что иное, как юридический максимализм. Если у нас есть антикоррупционная прокуратура, почему бы не создать антикоррупционную специализированную судебную инстанцию, которые вместе с агентством по неподкупности будут сотрудничать исключительно по актам коррупции в высших эшелонах власти. Тем более, что новая власть объявила своим приоритетом именно борьбу с коррупцией и нулевую терпимость к ней. В каждом политическом действии должны быть логика и завершенность. Правосудие – это прежде всего торжество справедливости. Третьего не дано.